друзья всем привет с вами александр дубовенко канал goodwood мы решили записать выпуск по поводу нашего здания goodwood plaza самое большое офисное здание в мире из дерева у нас полно дизайнеров но они никогда не делали отделку в таких офисах поэтому мы обратились к самым большим профессионалом по этой теме это студия простор кирилл и тимофей вместе с нами будут отделывать данный офис смотрим самое главное для того чтобы клиенты наши были счастливы чтобы они могли пригласить каких-то друзей как это все не превратить в муравейник захотела поваляться на пуфики с ноутбуком повалялся на пуфики человек не должен быть в углу где-то обособлен мы еще сами не очень понимаем что такое но у нас одна попытка вообще чушь или не чушь по вашему мнению я был очень многих странах в очень многих офисах в том числе ветеринбурге понял что самое главное для того чтобы клиенты наши были счастливы это счастье сотрудников то есть люди должны приходить на работу и я должен почти палкой выгонять они должны хотеть быть здесь они дома представляете но естественно в меру потому что семья же тоже у них есть что я хочу здесь в итоге сделать может быть не сразу но там частями сначала создать максимально комфортную среду для работы чтобы они могли быстро какие-то группы собирать совещание там что-то обсуждать захотел поваляться на пуфики с ноутбуком поваляться на пуфики хотел позвонить жене или подруге пошел в телефонную будку позвонил чтобы они могли пообедать хорошо и даже по говорить во время обеда чтобы они могли пригласить каких-то друзей для чего пригласить друзей как вы думаете чтобы друзьям понравилось здесь да чтобы они завидовали и должен говорить блин как тебе повезло хотите вас работать да ну хотя не обязательно мы же тоже мы же можем принять всех кто хочет работать правильно но именно чтобы зависть была а потом в будущем конечно же фитнес-центр конечно же всякие детские комнаты чтобы можно было ребенка допустим некуда деть выходной а поработать очень хочется вот хорошая задача мы видели мы с такими работаем постоянно поэтому вчера когда мы здесь оказались так из одной реальности в ту же самую вернулись просто в другом месте те же вопросы те же инженеры те же стал и также ничего не встает почти те же лица тяжелиться почти те же посылы как обычно вы с этой задачей уже работали и примерно в том же виде на том же языке вам эти задачи формулировать и мы вообще не почувствовали разницу а то есть мы как будто вторая серия нашего сериала а друзья скажите пожалуйста вы до этого делали проект насколько я знаю в банке . и вы сказали что вам ставили примерно такие же задачи до задачи были похожими потому что у бориса петрович руководителя точки у вас одинаковое внимание к коллективу даже люди это главный капитал исходя из этого их условия жизни в этом офисе да они определяют результативность культура организации которая репрезентуется уже в пространстве она определяющий факторы то есть а чтобы нам сделать пространство отвечающие задачи мы должны понимать чем дышит фирма как она живет в каком ритме кто как езда кто в смысле кто как есть на работе кто что любит кто какую позицию занимает лидлинг дали руководитель вот в этом в в каждом отделе они между собой взаимодействовать это все очень важно и если мы понимаем это мы даем четкий быстрый ответ если этого нет структуру получается смазанная смешанного здесь у вас архитектура здания диктует массу ограничений и поэтому нам нужно знать очень четко вот прямо очень четко все чтобы не испортить то что это все не у нас одна попытка на работу она у нас еще такая задача что есть культура которая есть уже у вас да и мы должны ее понять и перенести в интерьер так и есть вещи которые наоборот надо привнести в культуру да и интерьером в том числе мы сможем это сделать то есть у нас так как бы две параллельные задачи степень колхоза и всегда нам нужна эта степень колхоза вот этим по пространствам ее отсечь то есть чтобы пространство абсолютно дедиктовала посыл до того как работает офис через пространство и поведение людей то есть их привычки и так далее настолько поскольку мне кажется что действительно то в каких условиях человек работает это что он видит во время своей работы каким-то образом влияет все равно на его работу как вы считаете мы из ресторана уже пришли мы раньше делали общественные интерьеры до другого совсем плана и у нас было огромное исследование о том как что устроено в гугле почему и там 6 человек в команде такого уровня как они решают задачу если мы увеличим стол какие начинаются взаимодействия вот и действительно это все типа психология поведения behavioral psychology на которой построены все американские офисы ну и это топовые европейские ну и в том числе реакция до людей на даже на цвет даже на фактуру расслабление глаз когда они по поднимают от монитора им нужно что-то чтобы восстановить мужчины до движения то есть это все если вместе собирать там действительно можно немножко влиять друзья мы хотим сделать не просто офис так называемый аджайл офис мы еще сами не очень понимаем что это такое но я хочу сказать свое видение а вы там в комментариях напишите это вообще чушь или не чушь на ваш по вашему мнению рассмотрим классический офис чем больше у тебя кабинет тем ты круче то есть заперся в кабинете людям не выходишь а соответственно есть боги которым надо записываться у самых крутых людей секретарша все сидят в приемной и ждут встречи с большими дядями значит и есть челядь которая там где-то сидят там где-то внизу рядом с сортиром вот и это было так вчера сегодня роли руководителя меняются они становятся больше наставниками все сидят вместе все другу помогают и примерно у всех одинаковое пространство и все другу видят все могут быстро перестроиться сегодня задачи такие поэтому сидим вот так завтра задачи немножко другие поэтому мы сидим вот так друга заменяем и друга слышим и примерно знаем о проблемах текущих все офиса вот собственно примерно что мы делаем да мы как раз на работали с этой темой в том офисе которым говорили и действительно это очень любопытная история проектирования open space для которого ядром является аджайл да и это касается и того как пространство в структуре решается то что у него есть общественное ядро в которой стаскиваются все эти необходимые для аджайла в том числе технической части по ска крамочная поверхность метапы да какие-то вещи для создания гибкого барьера между ядром и рабочей зоны для нас интересный челлендж всегда с со стороны реализации потому что мир в этом open space в любом в нем есть масса вопросов новых как сделать нормальную навигацию как развести шумные не шумное дело между собой если место у тебя всегда меньше чем нужно всегда хочется чуть чуть больше да и как это все не превратить в муравейник да как это сделать сбалансированным пространством где где поставить этот якорь который разделит open space на несколько сегментов но это будут какие-то легкие границы и они как раз будут позволить реализовывать отжаял технологии дальше как это так называется для этого бим нам в том числе нужен потому что здесь можно увидеть все схематично глубину дай так ну давайте посмотрим расскажите пожалуйста что у нас получилось ну мы на самом деле получили исходные данные да то есть это планы здания да то есть нам сказали что первый этаж и соответственно антресоль это первая очередь да то есть это понимаю что задача постепенно развивать этот офис да то есть не сразу заселить всех так как мы придумали до заселить посмотреть как работает какие-то вещи проверить там да то есть после что да действительно мы право не право да то есть и как бы пойти на следующие там и возможно что что-то исправить да мы находимся вот в этой части да то есть здесь должны быть вот такие вот стеклянные кабины да мы как раз поработаем да то есть по пообщаемся с вами с вашими коллегами да то есть возьмем эти статические данные да и уже будем разрабатывать то есть общественное ядро будем рассаживать отделы да сейчас пока мы ходим по той предварительной структуре да то есть и мы уже видим там какие-то не самые удобные вещи да то есть там вот мы видим например двух сотрудников до которые то есть абсолютно сидят некомфортной зоне на то есть соответственно как бы здесь все люди переговариваются здесь постоянно какой-то транзит и так далее да еще в большой по плюс объемные модели да вот эти которые постоянно меняем плане это выглядит очень стройные и симпатично потому что по плану как бы он такой мелкий орнаментальные да ты его смотришь ты ему веришь а потом ты строишь действительно удивляешься и мы поэтому стараемся отказываться от плоских чертежей любых но потому что они даже опытного архитектора зачастую сбивают самого толку и потом экстренно приходится переделать а скажите пожалуйста вы очень хорошо связаны со стройкой вы знаете что такое рабочие что такое строители что такой молоток что такое гвозди что такое отвертка целом и представляем представляете да физически приходится даже разбирать леса помогали перфоратор до орать там например на зачем-то тут продолбил здесь был уже не жили нежный язык у нас лучше всего работает что это была глупость банка был вашим заказчиком а заметьте задачи одинаково как так получилось вообще вас не удивило что строительная компания вдруг ставит похожие задачи как и банк мы на самом деле очень сильно порадовались когда узнали что есть вы что и у вас вот такая фирма хорошая атмосфера то есть нет никакой такой вот строительной злости да когда бывает попадаешь на дима фестра была как-то история с работой в строительной фирме дом такие взрослые жесткие мужики которые так как карты таки да они молчали они смотрели сквозь тебя вода здесь когда мы оказались конечно ты видишь на дружественную обстановку дайте зоопарки маленькие прудики вот это все и нам кажется что в принципе ничего удивительного мы строим такой умственный центр вашей фирмы поэтому задачи те же самые также то есть да в банке этот цифры какие-то по процессу да у вас то же самое только но эта же структура но в заканчивается другим изделием да то есть получается то что действительно мы же в банке там есть вот всякие транзакции где-то в компьютере происходит вы делали мозговой центр да это место для удобной работы мозга да и удобства общения с клиентами том числе да но клиентов там почти нет то есть не извиняюсь а вот этот колл-центр в этом смысле с физическими клиент конечно конечность именно с этим то есть не через удаленно все и здесь получать то же самое удобное место для работы мозга и для общения заказчика еще какие недостатки на ваш взгляд есть вот поехали в центральное ядро произвали в туалет из переговорки вот это сам жесткая стеклянная стена же должна быть да получается что у нас здесь стеклянная стена на на плане и от нее просматривается 2 2 открытых дверей унитаз например это это базовая проблема и огромная да то есть за любое совещание превратится как может быть это интересно как арт-жест в некоторых клубах я такое видел когда допустим мужской женский туалет разделен перегородкой там принципе голову торчат и соответственно есть взаимодействие вот здесь у нас что неправильно сделано здесь как бы все проходы примерно одного уровня на то есть они они все равнозначные на то что я видел в во всех аджевых офисах есть там некий главный проход и там большой трафик ну понятно что там каждый человек несколько раз в день проходит и дальше уже есть прохода второстепенные и они касаются уже конкретно тупики такие то есть касается уже конкретных отделов или там конкретно групп ячеек соответственно за твоей спинкой ходят люди там ну три-четыре человека там 5 которых ты знаешь да а уже люди которые вот основной поток он где-то ходит там чуть отдельно вот вы поддерживать как конечно у нас такая история что мы представляем себе open space большой офис как что-то типа урбанистической структуры в которой есть каркас она вот из по путей разной иерархии в которой есть офисная ткань да или урбанистическая ткань которая создается из-за гомогенных вот этих мест где пространство рабочих столов например да вот этих единых отсеков и есть якорные по пространству которые позволяют эту структуру ограничивать ее рост например ее хаотично развитие то есть у нас а вот у меня например а магистрская тема уже урбантические были истории разные и на наш взгляд вот это очень похожая структура на городскую по принципиально только она в отличие от городской имеет гораздо меньше там социальных особенностей политики управления используя те по принципу какие-то базовые принципы потом за нового урбанизма так называемых их можно соединять с необходимым для agile офиса функционалом и получать из этого рабочую структуру как нам кажется ту в которой комфортно и в которой ты чувствуешь тебе нужно соображать где эти основной действительно путь а где у тебя побочный насколько все удобно чтобы тебя за их приходил или нет но что ты это все видишь это вот вот так очевидно то есть мы за ясну да и похоже на самом деле почти все даже в человеческом организме и там сосуды или еще что они так принц то есть некие магистральные да там потом от них отходит второстепенные потом еще уже идут там капилляры и так далее то что нарисовали до этого она не было вот этой структуры и иерархически она говорит о том что как бы как будто ли единый отдел в котором нет до движения да вот он размотан на весь этаж на самом деле здесь да ну вот мы столкнулись например в точке с этим да все вроде со всеми все очень очень добрые очень приветливые все такое но рабочие процессы как у каждого отдела проходит совершенно по-разному действительно кто-то в работе у некоторых хороших парней начинаются такие истерики что мама не горюй и когда ты не неправильно рассаживаешь их когда им некомфортно когда у них сзади магистральный проход да то это просто может остановить работу этого отдела уничтожить его эффективность ну да человеку должно быть уютно одно дело это уют да другое дело то что человек не должен быть в углу где-то обособлен то есть он как бы должен немножко из вот этой зоны комфорта абсолютной зоны комфорта да выйти вот в это общение то есть как бы здесь тоже нельзя переиграть вот конечно потому что это командная работа ну да иначе всех в капсулы посадили всем будет хорошо то есть так как как любят то есть когда вот заезжают просто обычная фирма до в офис они просто расслаживаться по стеночке да то есть так чтобы видеть центр и это как бы пространство не занято соответственно каждый человек сам по себе и все как бы у них вот эти связи они не не еще действительно нам надо с вами но у вас это наркот работа признак неправильного офиса да кстати вот идея это когда сразу вот условно на вот эти 10 мест претендует все а где-то не хочет сидеть никто то есть очень очень большая разница между лучшим местом и худшим а когда офис более-менее правильно спроектировать все места да может быть тех самых лучших нет когда ты забился в угол ты видишь всех тебя не видит никто шикарно вообще как в театре сидишь да там в ложе в царской вот а здесь наоборот тебя со всех сторон тебя все видят со всех этажей вот а есть офис правильно спроектирован то тогда более-менее равнозначные все места они все вот все 100 мест условно они примерно один а ну да по общим показателям каким-то не одинаково они одинаково симпатичным да окружении у них одинаково удобные столы для к для этих задач да здесь потому что у кого-то 4 монитора у кого-то один классовас нас работает с ноутом еще что-то для нас лучшее проверки такие попростейшие данным мир мы заказчиком идем и говорим когда мы изделия китова выбираем или места ты бы здесь сел ты бы это домой забрал ты бы сам здесь работал и обычно когда по началу да все хорошо то все хорошо или расходится с концепцией да вот потому что концепция оближе жесткое потому что если не будет абсолютно жесткого понимания ограничений что мы не Мы расплываемся сейчас в то, что всем хорошо, да, мы реализуем свою концепцию нужную офису, то есть она не вредит никому, но мы наигрались в работу персонально с каждым. Это закончилось очень плохо, потому что, в частности, все работники не видят того, чего от них ждут. Это безусловно, то есть мы здесь не должно быть какой-то демократии и так далее, то есть мы должны сделать максимально удобную среду, ну, условно, в нашем понимании, исходя из опыта, а не условно отпрашивать каждого сотрудника, что бы он там хотел. Особенно радует то, что вы из Екатеринбурга. Так сложилось, что очень многие вещи, самые современные технологии в дизайне, какие-то самые инновации, они почему-то часто происходят либо в Москве, либо в Москве. Вот, и очень радует то, что что-то самое лучшее у вас, хотелось бы вообще в идеале, чтобы в каждом городе России, ну, крупном, хотя бы было что-то самое лучшее, тут самое лучшее, это, тут самое лучшее, это, тут самое лучшее, это. Чтобы все децентрализовалось, прям было самое крутое дизайн-бюро по офисам в России. Мы бы хотели искусственный интеллект для этого использовать. Мы не хотим расти, мы хотим остаться маленькой компанией. Использовать только, потому что нам кажется, что масса процессов в дизайне в том числе, ну, потому что мы с Урала, да, это индустриальный край, где ты видишь идеальные процессы обработки титана, не знаю, еще чего-то. А когда ты видишь то, как происходит проектирование, масса времени просто уходит на кривые технологии, на глупости, на какие-то механические ошибки. И мы бы хотели поэтому максимально перейти на страховку с помощью современных технологий вот от этих глупых, глупой потери времени. Ну да, повторяющиеся операции, фактически автоматизирующие. Классический, да, такой дизайн-проект, это эскизный проект, рабочий проект, да, и так далее. То есть мы от этого сейчас уходим, да, то есть и вот здесь это будет такой показательный и для нас, и для вас, и, в принципе, может быть, и для зрителей, да, проект, где мы не будем отдельно строить там красивую картинку, отдельно чертежи, это будет целый комплекс, да, там. Отдельно потом ловить это все вот так, вот так строится, да. Да, то есть это будет как бы единый комплекс, да, где мы сразу будем набрасывать и планировочное решение, и какие-то эскизные, да, там, будем показывать вещи, что вот так вот будет выглядеть там этот отдел, там, так будет выглядеть столовая, да, и это все сразу будет связано с рабочим, да, который будет уже выдаваться вам, вашим строителям, да, то есть это уже будет привязка розеток, отделки полов, пергов и так далее. То есть и вот здесь как бы мы за инновацию, то есть мы… Да, ну я как понял, вы намекаете на BIM-технологии в том числе, вот, и я как понимаю, чтобы зрители знали, что это такое, это единое пространство, где для всех участников процесса и для заказчика, или даже заказчиков, потому что здесь получается, кто заказчик, есть какой-то глобальный заказчик, это может быть я, но есть и заказчик каждое отдело, каждый человек может быть заказчиком, а мы можем сделать вообще это открыто, да, то есть все жители будущего офиса, они уже могут как в этом, как в игре 3D там ходить, как стрелялки, да, ну вот, и параллельно это и для дизайнеров, и для инженеров, и для строителей, и самое главное, что эта штука, она живет вместе со стройкой, то есть мы по ходу, что-то всплывает, что-то меняется, и оно тоже меняется. Абсолютно так, и у нас еще идея в том, что можно цикл немножко изменить, то есть у нас есть концепт, на который мы действительно, о котором мы думаем, о котором мы рисуем, который то, что может быть обычно эскизным по проектам считается, в результате которого ты получаешь 4 таких бархатистых рендера симпатичных, да, то есть у нас идея такая, что мы даем это в условной графике, да, но уже в, мы обычно любим работать с реальными изделиями, то есть мы говорим, вот это оно, вот оно здесь так изображено, и тут же это интегрировать в рабочую модель, то есть мы будем видеть, как оно стыкуется с розетками, как оно будет освещаться, то есть нас действительно волнует то, что получится в итоге не сам по проекту, да, как набор чертежей, набор схем, а то, насколько точно можем реализовать свой концептуальный посыл здесь, потому что все равно вот эта идея, да, она без технического, без технической нормальной реализации, она особо ничего не стоит. Ну вы уже не первый раз делаете офисы такого типа, какие ограничения или какую специфику вам надо учитывать при работе вот именно в этом здании? Нам здесь понравилось, в отличие, скажем, от бизнес-центров, да, то, что здесь здание уже попроектировалось под конкретную фирму, под конкретную организацию уже с какими-то ценностями, а ваша ценность, это, ну, как бы, на наш взгляд, то есть и преимущество, это вот деревянная конструкция, и вы, как бы, транслируете уже это с помощью здания, да, то есть ваша основная специализация это строительство, поэтому здесь все хорошо, то есть, ну, как бы, с точки зрения строительства, с точки зрения конструкции, да, там, внешнего вида, заходя в, там, у офиса, да, обычно, то есть мы обычно сталкиваемся с тем, что офис не готов к той или иной организации, да, что там нечто, там, что-то общее или, может быть, что-то просто абстрактное, да, и нам приходится это, как бы, переделывать уже под конкретную организацию. Да, open space часто в офисе не размотать, а у вас здесь из ограничений, которые, с которыми нам работать будет необходимо, огромные витражи, тянущие за собой конвекторы, отопление, пересвет, работу с фасадом сложную, огромные витражи, которые выходят в, вот, вот, такой ландшафтный парк, да, в будущем. Если говорить о технической части, да, то есть нужно будет объединить, как бы, и технически в некоторых местах, да, с созданием, и раз, потому что, там, возможность подышать, это тоже возможность, да, для хорошего офиса, это отличное преимущество, и концептуально, то есть если у нас дизайн, так, в простой, да, в такой версии разделяется на техническую часть и вот эту концептуально, там, эстетическую, какую угодно, репрезентующую, там, ваши ценности, наши эксперименты собственные, там, бла-бла-бла, то есть вот в этом будет вторая проблема, а высота этажей, ограничения по конструкциям, антресоли, структура перекрытий, возможность поработать один раз с этим клееным бобрусом, чтобы проложить в нем точную электрику, не совсем ясное понимание слаботочной системы и системы питания, потому что agile office, эти же американские виворки, да, знаменитые, которые по всему миру растут, там прекрасная структура, все такое, там люди работают на ноутах в основном, это снимает массу вопросов инженерного плана, потому что любое инженерное, да, решение – это деньги, и если это ошибка, это обидно, как бы, с одной стороны, и с другой стороны, ну, типа, за потраченное время и деньги, да, а с другой стороны это может просто мешать, это может испортися ряду, а в работе с деревом просто максимальная точность, да, зато есть огромный плюс в экологии пространства, да, и может быть ограничение, да, у нас с Тимофейом Андреевичем по выбору материалов, то есть, чтобы не наполнить пластмассой отличный деревянный офис, ну, это было бы своим идиотизмом, а нам нужно хорошо подумать с материалами, в том числе со столешницами, да, в том числе со светильниками. Мы очень ценим европейские стандарты сертификации офисов или гайдлайны, которые выводят их на класс eco-friendly, да, или энергоэффективности, и мы бы хотели что-то из них применить здесь, потому что это очень дорого иногда неоправданно, иногда они противоречивают друг другу, там такие Т3 основные стандарты, на которые мы хотели бы ориентироваться, но какие-то базовые посылы из них мы бы хотели использовать, это в том числе вопрос, который нас очень волнует, вопрос освещения светодиодного, да, то есть это действительно дешевое освещение, оно доступное, удобное, но с ним настолько сложно работать, потому что оно отовсюду дубликует любой монитор, да, и, а поэтому, если это дорогой светильник, то нам нужно будет распределять деньги. Ограничение, с которым мы здесь будем работать, это решать с вами, на что мы тратимся, а от чего отказываемся, да, и в том числе, ну, вот Тима, например, вчера мы с ним обсуждали, что хотелось бы отказаться от каких-то усредненных решений, типа закатываем весь пол с шагом 2 на 2 метра лючками с электрикой из КС, да, потому что усредненные решения, как мы уже заметили, они обычно ничего хорошего не приносят, лучше сконцентрироваться на хорошем светильнике, надо рабочим местом с отраженным светом, который будет работать правильно. Ну, да, то есть мы как бы не просто, то есть вот условно есть бюджет, да, и мы не хотим его как бы, да, там условно поделить на какие-то части, мы хотим выделить базовые вещи, которые необходимы для комфорта, да, то есть это, да, действительно, это светильник, это стул, да, то есть, может быть, поверхность стола не так важна, да, а вот у нас как бы действительно одна из проблем в офисе, да, то есть что у нас нет как бы на рынке дешевой удобной мебели, то есть за которой можно посидеть, то есть, ну, бывает, да, там, авралы, бывает, там такое, что человек сидит там не 6-8 часов, да, за компьютером, он может посидеть дольше, да, и действительно очень важно, да, как бы уберечь спину, да, то есть человек может устать головой, да, но не должен его организм перегрузиться от сидячей работы, и мы как бы вот за такие вещи, да, то есть мы будем с вами обсуждать и доказывать свою позицию, может быть, у вас есть какие-то тоже своеведения, на что надо обратить внимание, а где можно, например, там, решить какие-то вещи ресурсами вашей компании, ваших партнеров и так далее, да, которые вам, ну, понятно, что достанутся дешевле, проще, да, то есть вот как бы найти такой баланс. Большое спасибо, коллеги, за предварительную поработку, будем, надеюсь, работать, и спасибо за акцентирование внимания уже сейчас моего на стульях, на сидячих местах и на освещении, потому что действительно это очень важно, и забота именно о людях, а не о том, что показывать друзьям, смотрите, какой у нас крутой офис, то есть это второе тоже неплохо, наверное, в этом ничего плохого нет, поэтому большое спасибо, давайте работать. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца, скажите, пожалуйста, напишите в комментариях, стоит ли это показывать, хотите ли вы следить за тем, как мы отделываем наш офис Woodwood Plaza, напоминаю, это самое большое офисное здание в мире, пишите в комментариях и нажимайте на колокольчик. Пока!